И в старости, когда тебе уже будет ничего не нужно, ты посмотришь на свою жизнь и поймешь, а что ты сделал, ну, вообще, как существо на этой планете. Если ты не вылечил людей, не спас никого из огня, не изобрел космический аппарат, а что ты сделал, вообще? Зачем ты был на этой планете нужен? Зовут меня Леха. Все кличут Леха Романтик. Не знаю, почему вы такую клипуху дали. Я не всегда понимаю цветы, картины, стихи. Я вижу это красивым, но я этого не понимаю, так как... Мне всегда было интересно, как работают цепровые двигатели. Это энергия пара. Вообще, это удивительно, как это без единого проводочка. Но самое классное в этом паровозе, это, конечно, паровой гудок. Ну, трудно это описать. Просто чувствую такие, трогать. Вот, я хочу выйти на большую какую-то прямую, или, может быть, на замерзшую Волгу. Преодолеть вот этот вот порог скорости на планете. То есть, чтобы быть самым быстрым на планете, на паровом двигателе. Я с самого детства мечтал о реактивной двигателе. И я решил построить свой реактивный двигатель из чего-нибудь. Скажем так, сделанный из подручных запчастей грузовика, так назовем это. Для меня всегда была загадка, как это работает, как это может работать, как это страшно звучит. То есть, это, скажем так, какая-то гаражная романтика. Ни самолетов, ни ракет с такими двигателями не бывает. Вот поэтому все приходилось придумывать и пробивать на ходу из того, что есть, глядя на неудачные испытания. Вот, и начал мастерить. Информации никакой, знаний никаких нету. Вот, но мне так этого хотелось. У меня внутри горело, я хотел этих испытаний. Я хотел, чтобы свистела турбина. Я хотел, чтобы сзади поднималась пыль, чтобы прям камни дрожали от грохота двигателя. Вот мне так этого хотелось. Все приходили, смеялись. Говорили, Леха, никогда у тебя это не будет работать. Ты взорвешься. Займись чем-нибудь нормальным, обычным. В огороде кто-то работает, кто-то там тропалку ходит, охотой занимается. Ну, не знаю, я, наверное, ненормальный человек. Вот, мне все это, конечно, интересно, но оно не жжет мою душу, как моя какая-то мечта. Возможно, она никак не принесет миру пользу. Вот, но это просто мне хочется. Вот такая вот странная, необычная мечта. Мне просто хочется лететь на этой ракете. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Это же мечта, это же самое большое, что есть у человека вообще сильного, большого, к чему вообще нужно стремиться. Мечта, она греет тебя, когда все очень плохо. Когда ты где-то застрял, когда сломалась машина, когда ты замерзаешь где-нибудь в лесу. Если эта мечта свершилась, случилась, работает. Ты самый счастливый человек на планете. Каждый раз я волнуюсь. Каждый раз перед запуском на меня нападает нервяк. У меня трясутся руки. Нигде я такого вживую вблизи не видел, не ощущал. Когда дым идет столбом, вот этот запах керосина на всю округу, свист трубин, он просто будоражит весь разум. Меня восторгает эта мощь необузнанная, когда земля дрожит, пламя вырывается. Его можно только именно вот ощутить, испытать. Меня просто переполняет чувства, я хочу обнять весь мир. Субтитры создавал DimaTorzok Все задают себе вопрос. В чем смысл жизни, в чем наше предназначение, что мы за существа такие. Для меня все очень явно, ярко и просто. Вот как в одной песне говорится, я смысл этой жизни вижу в том, чтобы не жалея ни души, ни тела, идти вперед, любить и делать дело, себя не оставляя на потом. Эти слова кредо для меня, я считаю, они очень ярко отражают тягу человека что-то делать. Оставлять след на этой планете.